всем привет пятница вот идут одной работы искать на другую купить жесткий диск для компьютера за одно расскажу какие у нас новости в аргентине ну так сказать подведем итоги не года ну хотя бы этого месяца он у нас очень бурный в аргентине так что пока иду порассказываю ну все знают у нас избрали нового президента макри фишнеризм закончился хотя еще упирается там что-то дрыгается на площадях но это уже слабенько у нас это бабка поставила палатку там которая там у нас клаточками ходили они сначала хорошие у них движение все но их не руководители типа вот превратились отмывание бабла звенять за выражение сейчас она там начала призывать всех сопротивлению новому выбранному правительству ну по моим позавчера один адвокат подал в суд ну понятно никто и сажать не будет но хотя бы может начнут как говорят тягать за это дело может немножко притихнет потому что есть статья официальная за публичные призывы к свержению избранного правительства можно получить до 6 лет так что бабка я думаю немножко начнет головой думать прежде чем кричать что давайте все свергать но это про бабку бог с ней с этой бабкой я про другое значит какие у нас новости поменялись все министры всевозможны кстати тут тоже разница при кишниристах у нас правил клан скажем честно то есть а допустим хищный президент значит его жена там сенадор значит свинок там депутат значит там сестра министр того дворник министр того бывший шофер министр тоже стал там главный там бывший садовник тоже там налоговой инспекции начал командовать или там этим таможней ну одним словом клан теперь же избрали тех кто как говорят старается во всяком случае выбирать тех кто понимает в чем будет министром в том числе оставили некоторых даже тех которые были при кишниризме потому что сказали что они в своем деле лучшие так что со всех партий с разных и нет ни одного родственника макри хотя у него есть как говорят и братья и сестры и тети дяди но ни одного родственника нету правительстве вот так что в этом плане я лично считаю что стало немножко лучше потом 44 года у нас был запрет на покупку долларов вчера его отменили то есть отменили позавчера вчера первый день прошел со свободным долларом раньше чтоб купить один доллар себе для того чтобы как бы ну сбережение скажем так надо было спрашивать разрешением налоговой инспекции когда налога инспекция дает разрешение банку и банк тебе может быть продаст по 9 с лишним по 10 ну или на черном рынке надо было покупать по 14 вот значит четыре года у нас было эти запреты нельзя было ничего покупать за рубежом нельзя было экспортировать нельзя было импортировать все рассказывали что мы идем так сказать коммунизму ко всей хрени как я всегда и говорю что это вот либерали эти как и ну который руками машут все кричат пойдем туда пойдем сюда с трибу но никто никуда не идет идет так как в миссуэла идешь они туалетной бумаги не найдешь значит у нас все это отменили позавчера сказали экспортировать можно импортировать можно доллар покупать за ограничение есть на ограничение такое не больше 10 миллионов долларов в одни руки в месяц можно покупать так что мы это как шутка уже звучит но ограничение у нас такое сказать не больше 10 миллионов в месяц в руки можно покупать долларов если есть ее банки покупайте все думали что будет дикий ажиотаж живет ажиотажа не было потому что доллар штаб открылся день вчера по 15 вот а концу дня даже сбавился курс и стал 14 даже был меньше 14 потом остановиться на 14 никто не побежал потому что в принципе даже стало дешевле чем был на черном рынке на черном рынке был 15 вот потому и начали с 15 народ увидел вот примеру да и себя хотел на черном рынке и раньше купил бы по 15 а если вчера будет теперь он всегда свободный что пошел банк докупил так зачем он не нужен чтобы прямо сейчас побегу его покупать нет то есть к этому отнеслись все как сказать спокойно не было никаких очередей не было никакого ажиотажа не кто-то были конечно некоторые изъяны что в некоторых банках не было налички чтоб продать и вот такие выходили не не мне не продали там не знаю почему ну то есть понятно четыре года был запрет и тут ни с того ни сего хова вам все разрешили только сказали конечно не думайте что все разрешено это значит как говорят лейды сельва ну то есть закон джунгли все что хочет то и делает нет не все что хочет что и делает будет правительство смотреть за этим делом но курс теперь единый который будет центральный банк руководить этим курсом и все то есть как у всех странах вот это одно дело которое у нас такая сильное изменение которое как говорят чтоб не думаешь и снова там политический канал нет это просто экономик экономика аргентин никому интересно аргентина он должен знать что к примеру у нас поменялось правительство и делает вот такие вот штуки потом что еще вчера объявили план для эмергенции это как ну типа в общем такой эмергенция даже не знаю как по-русски в общем план там срочный который надо решать это с этим с безопасностью то есть объявили вчера как скажем новое правительство войну нарко трафику нарком нарко прибыли и вот всяким так сказать этим в общем монетизм скажем так вот что они берутся его бороть и побороть потому что у нас прикисные резме за 12 лет кишниров пускай там кто хочет что-то рассказывает про хорошо а я вам скажу у нас не они не издали ни одного закона против против воров там бандитов и все остальное все у нас это было очень либерально они у нас с тюрем ходили с барабанами и сплажками на митинге тишнеристов стучали там стояли так что это были войска то сказать тишнера теперь им объявили войну потом срочный план в энергетике объявили потому что сказали что да может и повысится у нас оплата за это все дело но зато надо все ремонтировать потому что никогда ничего не ремонтировалась ни кабли не трансформатор никакого черта и потому эти все обрывы света которые особенно летом а сейчас в эти периоды многие районы снова без света как каждый год потому что этот самый не ремонтирует фирмы которые дают электроэнергию свои все точки они ремонтировали почему потому что допустим те же трансформаторы те же провода там надо было за рубежом покупать акишный раз запрещали доллары со стороны высылать они не могли купить себе ничего соответственно не вкладывались и все это погнило поржавело и когда включает много кондиционеров целый район и вырубается становится без света не потому что электростанции не работает электростанции хватает а потому что кабли все погнившие трансформаторы старые все сгорает от температуры вот этот план объявили еще что сделали не забывайте что это все за одну неделю после того как пришли а еще сказали что так сказать эти наши фермеры теперь с них сняли налоги за экспорт продуктов не всех сою оставили уменьшили на пять процентов потом сказали будут уменьшать еще а с таких как мясо там кукуруза еще другие продукцию с эту налоги сняли пускай сказали экспортируйте выращивайте и зарабатывайте деньги только платите хорошо налоги потом с индустрии по моему вчера сказали что снимут тоже налоги для экспорта что индустрия может экспортировать еще что то такое интересное было в общем нас сейчас телевизор смотреть интересней чем чем у вас скажем честно раньше мы все время там смотрели а еще там в россии еще там в украине еще там там что там там теперь у нас есть свой телевизор у нас теперь каждый день смотрят что у нас так что все остальное отходит на второй план тут самих надо посмотреть чуть сегодня открыть чё сегодня запретили что сегодня разрешили наоборот одним словом сейчас видим уже нашего президента который мотается там по полям с фермерами что-то решает там какие-то заводы блин там что-то решает собрал всех этих говернадоров каких-то ну который всеми провинциями команды наших говернадоров всех на собрание все провинции приехали потому что она же федерально так сказать это аргентина и с ними там решал план подъема всей аргентины план экономики как быть провинциям это кстати тоже первый раз за 12 лет потому что у нас хищный раз встречались только с каждым по отдельности говернатором определенной провинции его вызывали с ним встречались им что-то договаривались никто никогда ничего не знал о чем с кем-то договариваться здесь собрали всех первый раз за 12 лет правительственном доме и все сидели за круглым столом решали что делать в аргентине ну с экономикой у нас прежде всего сейчас то сказать все взялись за экономику взялись за этот самый за безопасность граждан так сказать против наркоты и план который они объявили который будет как бы первым к чему все идут это называется побреса сера побреса этого бедность сера это ноль типа бедность 0 в аргентине это типа к чему основное направление чему все министерства должны стремиться так что так я немножко как говорят похвалил наши новые хотя знаете это только одна неделя жизнь покажет но честно говоря приятнее сейчас смотреть на этих людей чем на те что были в телевизоре да и как-то понятней раньше вокруг да около что-то вертели ничего не поймешь хочу сказать к чему идем сейчас как-то когда выступает становится понятно чем принципе говорят как-то меньше эмоций больше людских фраз началось ну что еще завтра суббота воскресенье наступает потом три дня как бы поработаем так и 32 потому что потом надо готовиться четверг уже будет у нас рождество оба я тут так заболтался что квартал прошел да точно прошел один надо вернуться и так продолжим я уже жесткий диск купил сейчас пойду и поставлю значит с этими ценами связи с тем что все компьютерные запчасти были как бы поставщиками оценены в долларах потому что они привозят и цены там держат в песах которых мы расплачиваемся был курс примеру там 990 потом раз вчера там стал 14 сразу все так ухова цены в песах подорожали есть же много тех которые хотят воспользоваться фирмы которые хотят воспользоваться подорожанием одних товаров сразу свои подкидывает наподобие плюс праздники на носу вот у нас такие как бы рыбки подорожание идут даже там не на и капуста раз там в овощном магазине хоба подскочила спрашиваешь а выта чего доллары подорожала вышел капусту за доллары что ли привозите вы ее там на огородах за бой нас айресом выращиваете не ну там все равно значит налоги подожжать значит еще что то то есть чистоте которые хотят ну знаете как бы раз мясо подорожало к примеру по телевизору вчера смотрю там самое такое что раньше стоило там 3 доллара мясо сейчас перед праздником перед тем перед всем под видом доллара под видом то что международные цены стало стоить около 10 12 долларов мы так смотрим дома где-то не увидели такие международные цены по 10 12 долларов до 8 мире такое мясо стоит там 34 доллара за килограмм ну то есть это не разбериха немножко но это все я думаю она успокоится где-то через месяца два-три во-первых люди привыкнут тому что все-таки доллар стал один и тот же если он не будет туда-сюда так сильно двигаться как раньше то и цены начнут под него подстраиваться это раз второе многим обломается тем кто поднял сильно цену потому что раньше нельзя было возить ничего в страну а теперь-то разрешили и есть много фирм которые захотят ввести товары там даже соседних стран не говорят там чтобы с китая ну ну даже просто соседних стран там он с бразилии чили там же все намного дешевле если они везут и на полках магазину своих положат товары более разнообразные по меньшим ценам этим всем которые так подняли придется снижать так что тут все вот такая экономика как бы ну ничего зато интересно пока что честно скажу ну вот мы так между своими друзьями сами обсуждаем то ну нас ничего такого дико тут не напугало наоборот даже сколько вот и только что покупал диском знакомым аргентинцем разговарив покажу всем нравится и все только говорят о хорошо если так продолжалось может быть стали хоть бы как другие страны а то как бы все себя считает ну что ты как бы четвертой категории страна стала после кишнеризма даже сами аргентинцы то и говорят там вот про эти субсидии что говорят подменяй субсидии с одной стороны дурачков этим пугает вот субсидии подменяй то будете знать вот при кишнеризме были субсидии а теперь вас не будет будете платить подороже хорошо но никто же не объясняет этим дурачкам что меня есть заражение стране стране должны люди зарабатывать так чтобы платить свободно это все они ждать этих субсидий у нас же как было раньше то мы платили за свет за газа все остальное и могли это заплатить потом начали поднимать цены до такой степени что стало невыносимо платить и тут вели типа мышь хорошие мы ведем субсидии довели субсидии и люди привыкли что они как бы уже настолько идиоты что не могут даже заплатить но они радуются этим субсидиям а потом кого кому что не так убрали субсидии какому-то району убрали субсидию все те снова вверх ногами стоят потому что цены остались большие а субсидии убрали так что не все это класс эти субсидии кто там верить этой вообще у нас это лапша субсидиями тут уже десять лет как же ерунда это все субсидии надо чтобы люди жили так чтобы не надо были субсидии надо чтобы ты мог зарабатывать спокойно оплачивать и взять свои услуги которые ты получаешь а не жить и зависеть от правителя который тебе субсидии дает так что но их это пугает а как кричали ой доллар как скакнет все мы тут все прямо тут сейчас все все страна упадет ничего он страна спокойно сейчас буду идти мимо банка посмотрите но ли тут стоит за долларами как говорят хотя сегодня второй день те спокойной жизни вот магазинах толп нету товары не пропали я только ходил компьютерные все что надо взял да по другому курсу ну принципе ничего не пропало вот есть чуть-чуть подорожало но она честно говоря к новому году и так дорожает это не потому что это самое это потому что дорожает а сейчас не бог вот у меня стоит очередь небольшая это люди банкоматом стоят мы это просто потому что праздники на следующей неделе и хотя снять деньги там доллары в банкоматах не продаются банкомат вот у меня справа слева банк вот тоже он люди сидят на обычная очередь тоже всегда у банки идут делать какие-то свои как говорят дела никакого ажиотажа никаких очередей за покупкой нет и вчера не было и не будет потому что в принципе кто по такой цене хотел доллара мог его купить и на прошлой неделе когда хочет это курс по которому на черном рынке продавался зато эти все которые у нас там центре стоят и каждый метр кричат камбио 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 все шутят даже теперь им надо идти работу искать а не стоять кричать обмен 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 теперь то чем менять иди в банк да возьми так что все мне туда поработать еще а вам пока пока это были такие новости а на выходные может будет чего-нибудь уже не про экономику а про нибудь рыбалку или еще что-нибудь или праздничные ну ладно давайте пока